Следующим образом, то есть пропишется определенным языком, ничем особо меняться он не будет, он изменится в какие-то моменты открытых списков, то есть принципиально не будет решения, что громада занимается сама. Дальше, эти выборы пошли, пошли каким образом? Две-три громады объединились, остальные прошли, как они были, эти громады. После этого начинается вот это, это будет два года продолжаться, все это тусня, извиняюсь за слово. Кто-то будет объединяться, кто-то будет перевыбираться до этого промежутка времени, кто-то там, вот так вот, то есть получается смазанность. Мы не можем сказать, что мы заходим на выборы по какой-то системе, хотя бы там процентов 40-50 прошли нормальные эти выборы, и получилось некое образование. У нас ничего не получается. У нас сейчас есть какое-то образование. Это у них не получается. Мы будем к нам размытости после этих выборов, просто так раз, и разлезли. Может быть, если мы говорим, Конституция не позволяет там придержать, может быть, выборы. Ну, если не успеваем, что-нибудь, ну, вы же законодатель, давайте продумаем, ну, я понимаю, что вы представляете эти города в Украине. Да не надо придумать. Вы тогда должны вас сажать на дискуссию у тех, кто имеет право принимать эти решения. Ну, что они сделают? Они вас посадили, понимаете, реально, наворотили деловую, ну, так вот, если, ну, неправильно, я считаю. Это просто неправильно, ну, концепция сама по себе, подход неправильный. Мы делаем, что мы делаем? Мы ломаем, непонятно для чего, непонятно, плохое, делаем еще хуже. Ну, я понимаю, так вы не ошибались. Вот правильно. Что ломать? Так уже наломано, уже только клеить осталось. У меня складывается такое впечатление, что успешность этой реформы сейчас зависит от принципов, по которым будут объединяться громады. То есть будут ли они спроможенными, как вы говорите, либо нет. Но сам этот процесс, он сейчас является такой подводной частью айсберга, если я правильно понял в дискуссии. То есть те, по линии РГА, райгосадминистрации, облгосадминистрации Кабмин, сейчас идут подобные проекты, то есть рисуется новая карта Украины, состоящая из этих объединенных громад. Вот, вот эта цель. Наверное, не совсем правильным то, что общественность сейчас всю эту подводную работу как раз не видит. И мы не можем сейчас это оценить, будет ли соответствующая вот эта вот децентрализация Украины успешная линия. Ну вот, у меня сложилось такое вещь. Да, на провальной абсолютно. Вы, примерно, вы хотя бы имеете доступ к этой информации? Как будет этот процесс объединения громад в конкурентно-спроможни проводиться или нет? Или, опять же, предлагается одни-бередни схема, она вбрасывается в общество, а потом уже Украина, на сути, приспосабливается к этой схеме? Ну, вы знаете, что законом передбачено процедура, соответственно, это работает, соответствует областной администрации, но принимает эти решения остаточные, областная рада с подальшим затвердением, скажите, такая процедура. Законно, что интересно, то есть те, которые в будущее пойдут как раз под нож, ну, объедом. И для того, чтобы этот процесс, мы знаем, как работают государственные администрации, поточная работа, им не до того. Мы наняли по пять человек в каждой области, в том числе и в Донецкой области, в том числе и в Луганской области. Люди, которые не занимаются больше ничего, их задача порадиться с людьми, объездить по районам, могут договориться, как лучше отвечать с людьми. Они не чиновники. Они не чиновники. Так так. я сейчас ответую. Значит, дискуссии идут. Начали на уровне чиновников. Вы знаете, что? На уровне чиновников и супруга. Тут мы не скрибаем. На уровне районного, на уровне сельского, есть супруга. Поэтому задача этих людей была как раз дойти до каждого человека, пояснить, в чём эффект, в чём вигра и загалом населения. Потому что да, возможно, деякие чиновники втратят. Нема смысл тримать секретаря сельской ради, бухгалтера, оскільки там и денег не было на сегодняшний день. Поэтому остается представник от веконкома в селе. Назвали его старостью. Кому-то подобается, кому-то не. Мне тоже не подобается. Я предлагал оставить глава села. Было бы лучше. Нет. Политики решили разом, с окремым экспертным средствами назвать так. Ну, сделали. И эти люди, пять человек, может, за мало их. Но я знаю, что в некоторых областях, начавши целый волонтерский, в Киевской области, они сделали порядка двух сотен. Пришли люди, которые готовы разом с ними прячут, ездят по селу и доводят им, как лучше провести этот процесс обучения. Я просто скажу, сайт Ассоциации Миста Украины. Я не помню точно. А тут все равно английской мовой. В крайней мере, есть наша электронная, где есть и сайт. Подписывайтесь. Там все есть. Спасибо. 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 Спасибо.